Вологда Это один из самых таинственных городов России. По сей день историки не в состоянии ответить на вопрос о том, кем и когда этот город был основан. Неизвестно даже в каком веке это произошло, а главное зачем. История Вологды, которую повествуют нам историки, полна белых пятен и противоречий. А набор стереотипов об этом крае, укоренившийся сознание большинства русских людей, столь же ограничен, как набор стереотипов о Колыме. И это заслуга артистов, а не историков. Первое, что приходит на ум при слове Вологды, это резной палисад, благодаря строчкам из старого шлягера, исполненного Виа Песняры. Но даже смысл этого слова малокому понятен. Палисад на самом деле это не наличники и даже не оградка у дома. Это понятие пришло из фортификации. Означает оно чистокол с бойницами, из-за которого защитники крепости полили внеприятеля из пищалей и тюфяков. Да, тюфяк это оружие, а не подголовник. Еще одним ложным стереотипом является представление о том, будто бы Вологда это кондовый деревянный город. Это заблуждение, жестокое. Вологда такой же европейский город, как Варшава или Бухарест. Только церкви здесь в основном византийские и, по моему глубокому убеждению, изначально не были православными христианскими. Это уже со второй половины 19 века их начали активно перестраивать. А ранее в этих храмах молились поморы Николаиты. В поморе самая распространенная церковь имени Николая. Теперь паста сменилась, но названия у многих церквей остались прежними. Они Никольские. Смотри, это классика. Колокольня всегда стояла отдельно от храма. Я имею в виду вход в храм. А потом уже пристраивали их, делали соединительную галерею. И там уже лестница как бы вверх. Вверх летний, считается. Да. И апсиды пристроены после. А вот это потом пристроили? А вот это потом пристроили. Вот дохристианские храмы, они были с миноретом отдельно. Минарет стоял не соединенный с храмом. А потом их соединяли, и вот получался христианский храм. Четное количество, две апсиды. Где мы такое видели? В Собинке. И в данном случае, когда мы видим пристройку башни к основному храму, и видим пристроенные алтарные части, это говорит о том, что христиане достраивали под свои нужды. Раньше это не было христианским храмом. Вот что важно. Если колокольня прямо в самом храме, то тогда можно рассматривать вопрос о том, что это был железоделательный завод. А если колокольня стоит отдельно, то это, скорее всего, Магометанский храм, потому что это был минорет. Смотри, гранит. Да причем с отверстием. Смотри. А он вообще не просто... Это жернов. Это жернов сломанный. О чем я говорю? Что тут же бы погост был. Это Голгофа типа. Видишь, крестом основание выложено. Фундамент крестообразный. По всех сторонам, да. Ага. Ну, это действительно могильная плита. Даже, скорее, крышка. Вон там фасочка. Вот. Это тоже плита. Крышка. Крышка. Надгробие. И это камень, скорее всего, искусственный. Но это известняк. Он может быть и природный. Это не бетон, это известняк. Первый раз такое вижу. Давай я встал. Очень низко. Ну-ка. Так не должно быть. Просто они очень сильно пол подняли. Крышка. Вот она. Вот она. Вот лестница. Вот отдельная галерея там. Там есть такая лестница. Она из пристройки сделала. Из пристройки. А изначально ее не было. Святая Тробица в этих храмах изображена совершенно не так, как в христианских, наполненных тайным людоедским смыслом. Здесь нет трех ангелов, нет чаши с кровью Иисуса и нет отрезанной головы тельца. Зато есть Бог Отец по имени Слов, Его земное воплощение, Сын и Святой Дух. Видимо, уже впоследствии христиане переименовали Бога Слова в Саваофа. О том, что на иконе подлинный князь мира, можно догадаться по его регалиям, скипетру и державе. Маленькая дверца в половину роста, да? Это то, что откопали. Под колокольню, да. Ну, копали же они, копали. Копали, копали. Смотри, метр. Ну, да. Ну, понятно. Ну, это для таких, как Пушкин. Красавчики! На голландской машине. Здесь на церквях снизу вот эта лодочка или луна там, она два рожка в разные стороны смотрит. А я просто думаю, как в Казани практически. Вологодская земля уникальна во всем. Она славится своими промыслами. В первую очередь, конечно, кружевами. Но не только ими. Ну, что такое промыслы? А это ремесло, которое прославили люди. Главное достояние Русского Севера – это трудолюбивые, гостеприимные, радушные люди, которые способны творить чудеса еще и своими руками. О чем же главный секрет особых качеств вологжа? Этого я вам не скажу, потому что пока еще сам не разгадал эту страшную тайну. Зато нет сомнений в том, что жители вологодской земли не стали бы такими, какие они есть, если бы не уникальная история их земли. Это древняя, таинственная и загадочная часть явления, известного под именем Русский Север. В те времена, когда Петербург еще носил имя Карелий-Борг, а Белое и Балтийские моря сообщались с реками с Черным морем напрямую, Вологда была частью Биармии. Биармия – это страна, существование которой современная историческая наука отрицает «Напарь». А ведь в различные времена Биармия включала себя не только Пермь Великий, но даже Казань. Судя по всему, политическая и экономическая ситуация в прошлом была совершенно иной, нежели нам сообщают официальные источники. Вологда, подобно Пскову и Новгороду, не подчинялась никому. Будь она на территории Западной Европы, то непременно получила бы статус античного города Полиса. Но в том-то все и дело, что русским городам запрещено иметь античную историю. Между тем, она есть. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Поэтому мы вместе с единомышленниками так упорно искали подтверждение нашей версии. Одной из главных улик, подтверждающих, что Волга – такой же античный город, как Тверь или Ярославль, может являться наличие древних строительных элементов, изготовленных из белого камня. Вот в этот храм нельзя входить во время дождя. Почему? Не знаю. Неважно даже, природный это камень или искусственный. Главное, чтобы такие предметы существовали. Тогда появится материальная база для развития гипотезы о том, что глина на земле появилась не так давно. И до тех пор, пока ее не было, строительство велось из того материала, который имелся в неограниченном объеме. Это известняк. Вот почему античные города были белокаменны. Тут все кривкость. Да, что здесь стены пошли. Да потому что фундамента нормально нет. Красной глины еще не существовало. А когда она появилась, то добывать известняк стало сложнее. Конечно, отсюда ты нить куда стрелять не будешь. Что-то вытащено отсюда. А вот это все одно будет. И оно вверх идет. Да. О, вот оно. Здесь тоже такое есть. Только самое интересное, они будут большинство в основании лежат. Вот мы сейчас видели в церкви, они на перевернутые лежат. Да, да, да. Они перевернутые вообще. Вот такой уникольский церкви. Так поступают те люди, которые приходят на чужое место и занимают это место. Вот это вот античная белокаменная Россия. А потом пришли те, кто начали строить из этого красного кирпича. Ой, какая прелесть. Ну вот заложено кирпичом. Ух ты. А, ну это вход, наверное, да? Там стены тоже вот такие вот проходы узкие. Ну вот. А, обратили внимание. Там тоже вот такие лестницы и маленькие. Ты смотри, он отполированный. Как в Питере. На Питерской набережной такие. Нашая набережная. Ага. Вот это, да? На помойке, как обычно, самое интересное можно найти. Смотри, отполированный. А белый камень. И белый камень. Вот, кстати, к семейку можно. Вот где муравиды. Вот. Вот это, верю. Вот это вырублено из гранита ручным инструментом. Это Самсон Суханов делал. А вот это вот, это точно не Самсон Суханов врубал. Это напиленные блоки. Напиленные и отшлифованные, на машине отшлифованные. Это башня была, может быть, и вообще прям что-то более серьезное. Смотри, очень сложное сооружение, и вообще интересное. О, Павел, например, на какие-то кирпичи, я думаю, если бы не на голову упал, так он... Вот вчера мы ночью уже, когда Александр с вами расстались, ночью мере. Вот это Вологодский кирпич. 32 на 14, на сколько он получается? На 8. Вот, видишь, 8. Да. 32 на 14, на 8. А стандартный 21 на 6,5 на 12. Угу. Так, записать. Тут ворота, видишь, что ли? Да. Видели, тут ворота были. Слушай, Андрей, а может, если он собирался делать здесь столицу, в корректаре тоже там, и внутри, и с храмом, и с государством, и такими-то учреждениями? Я думаю, что это сказка. Не стал бы никогда он столицу делать в Вологде. А заложено-то. Откуда-то повытаскивали эти белые камни и гранит. Литняк. Вот, снимаем. Нашли целый кирпич. Вот, Вологодский стандарт. О-о-о. 17 сантиметров шириной. Ну, 32, да. Ой, сейчас, сейчас. Какой стороной? 32. 32 длина. 32 длина. Ширина 8. И 8 сантиметров. Стандартная ширина. Вот, Вологодский стандарт. Красавчик. Отлично. Вот эта башня просто фантастическая. Ее оставили, две стенки с кусками, и все. Остальное разобрали и унесли. А построили вот такую вот халтуру. Она тоже не скажет, что халтура. Она сделана-то очень инженерно-грамотно, но она же не военная. Ну, да, там еще такие косы, косины такие идут по всей стене. Это контрфорс. Потому что она, видишь, она даже видно, нагласно наклонилась. Потому что нет нормального фундамента. Никуда она глубоко не уходит. Это, ну, относительный новодел. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И маячки стоят на трещине. Мы видим фундамент, да нет. Это не орнамент, это просто сколы. Вот гранит кололи, и все. Думаешь, а вот тут? Тут, возможно, что это, да, это обломок деталей конструкции. Но это, видишь, обломки они вот использовали здесь как в качестве бута. То есть, получается, здесь белый тоже был? Белый, конечно, был. Именно не волны, а именно вот что-то было разрушено. Плетняк. Ну, вот же, может, вон на надгробе только что снимали. И несмотря на то, что вологодские археологи отрицают факт применения в прошлом известняка в качестве строительного материала, мы нашли косвенные признаки, указывающие на то, что белокаменная архитектура и в Вологде также существовала. А у камней-болванцев, привезенных зачем-то из Перми, внезапно случилась удивительная встреча. Как будто бы к полю. Ну, это песчаник. Смотри, с... Смотри, папа. Нет, он натеками. Понимаешь, это же все-таки окаменевшая осадочная король. А вот гранит. Даже молодые археологи, которые работают на территории Кремля, в 100 метрах от этих камней, ничего не знают об их происхождении. Волоны являются разного сорта песчаником, гранитом и базальтом. Очень похоже на то, что это отходы петрогического производства. Спасибо, что хоть за метеориты их не выдают. Хотя, еще не поздно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok